И тогда Кошкин, заручившись поддержкой наркома тяжелого машиностроения Малышева, принял главное решение в своей жизни. Добрать недостающие две тысячи километров, двигаясь в Москву своим ходом. Михаил Ильич сам руководил переходом. Сквозь Пургу два танка Т-34 благополучно пришли в столицу. В течение двух дней заболевший воспалением легкий конструктор безрезультатно пытался добиться разрешения показать Т-34 правительству. Ситуация была осложнена тем, что, зная о запрете командарма Кулика, Кошкина взяли в оборот чекисты. Кое-кто из них уже рассчитывал отличиться в расследовании громкого дела. То, что произошло дальше, одна из загадок в истории Т-34. Говорят, что в ее судьбу вмешался сам Сталин. Как известно, он любил работать по ночам. Несмотря на интриги НКВД, по его приказу, машины, пришедшие в Москву, глубокой ночью были доставлены в Кремль. Внимательно осмотрев Т-34 и посидев за рычагами, Сталин уверенно сказал, это будет ласточка. В танковых войсках. На следующий день на полигоне в Кубинке Т-34 с честью выдержал испытания не только обстрелом в упор и 45-мм противотанковой пушке, но и полосой препятствий. Испытания были на реке Нара. Вот это отец рассказывал. Нужно было взять брод. Кошкин стал бледным, как полотно. Подходит к испытателю и говорит, ребята, надо взять брод. Очень высокий парень, Дюканов, сказал, я возьму. Когда он влетел в реку, поднялись брызги такие, что было полное ощущение, что танк по голову ушел на дно. Но секунды, показавшиеся, как всегда в таких случаях бывает, часами, прошли и быстро-быстро-быстро он начал подниматься в гору. Под бурные аплодисменты окружающих. Домой, вдохновленный удачей, Кошкин решил вновь ехать на Тридцатьчетверках. Но перед этим они сходили в театр на балет Чайковского, на Лебединое озеро. Кошкин уже кашлял, уже очень кашлял. И последняя акция... Танк Т-34 принят к серийному производству. Это была победа над противниками, скептиками, обстоятельствами. Больше года Михаил Кошкин болел. Перенес тяжелейший плеврит. Врачи удалили ему пять ребер. После выписки из больницы он решил сходить с друзьями на ночную рыбалку, но вновь простыл и слег с флюсом. Роковую роль сыграла предложенная кем-то для лечения грелка. Воспаление перекинулось на мозг. По свидетельству очевидцев, в последние минуты своей жизни сорокалетний Михаил Ильич снял свои часы и произнес «Передайте жене и детям. Побеспокойтесь о них». 26 сентября 1940 года Михаила Кошкина не стало. Из-за секретности многие люди тогда о нем ничего не знали. Но, как ни странно, в тот день хоронить Михаила Ильича вышел почти весь Харьков. До начала Великой Отечественной войны оставалось всего 268 дней. 22 июня 1941 года. Западная граница СССР. В 6 часов на правый берег Буга переправился командир 18-й танковой дивизии Вермахта генерал-майор Вальтер Нерин. Вскоре его колонна была атакована бронированными машинами. На перерез им развернулись около 20 немецких танков Т-3 и Т-4. Первыми же выстрелами они зажгли несколько советских БТ. Но один необычной формы танк неумолимо шел прямо на командирскую машину. За несколько минут боя он успел уничтожить 4 танка фашистов. Позже Неринг узнал, что впервые встретился с Т-34. Танк Т-34 был для нас большим сюрпризом. Это был великолепный, я бы даже сказал, супертанк, с которым немецкие танки просто не могли сравниться. Первые же бои продемонстрировали достоинство нового советского танка, сформулированный когда-то Кошкиным. Огневая мощь, маневренность и защищенность. Секретный. 3 июля 1941 года. Белосток. Командующим 2-й танковой группой генерал-полковнику Гейнсу Гудериану. Потери в танках составляют 50% и значительно превышают захваченные трахимы. Особенно досаждают новые танки русских КВ и Т-34. Наши пушки против их брони малоэффективны. Это положение нетерпимо. Командир 18-й танковой дивизии генерал-майор Вальтернеринг. Единственным действенным оружием против Т-34 были немецкие 88-мм зенитки. Однако главными врагами Т-34 в первые месяцы войны стали не вражеская артиллерия, а постоянная нехватка снарядов, запчастей и горючего. Уже к концу лета 1941 года в Красной Армии их осталось менее половины от предвоенного количества. Но даже тогда русские чудо-танки сумели заранить у гитлеровцев сомнением возможности Блицкрига. Когда я оказался в России на нашем танке Т-3, при виде 34-ок нам оставалось только включить заднюю скорость и удирать. 15 сентября 1941 года первая и вторая танковые группы немцев замкнули кольцо, окружив группировку советских войск, оборонявших Киев. Сокрушительный разгром, получивший название «Киевский котел», открыл немцам дорогу к сердцу советского танкостроения Харькова. 18 сентября началась срочная эвакуация завода на Урал. Еще в дороге пришло сообщение с фронта. Харьков пал. Немцам достались десятки готовых 34-ок. Их включили в состав бронетанковых подразделений «Вермахта». Мы привыкли к тому, что у нас справа, слева была мягкая обивка, которая предохраняла от ударов. Когда же мы ездили на Т-34, мы сбивали руки в кровь, потому что там везде был голый чугун, сырой, недоделанный, как будто танк только что сошел с конвейера. Простота оказалась одним из достоинств Т-34, позволившая советской промышленности быстро наладить их массовый выпуск. Они производились в Сталинграде, Горьком, Свердловске, Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле, куда был эвакуирован Харьковский завод. На должности механиков-водителей набирали вчерашних школьников. Я говорил в комиссии, когда проходил, то я ремонтировал авиационные моторы, то есть с техникой знаком. Ну, раз с техникой знаком, значит, будешь механик-водитель. В одночасье вновь испеченные танкисты осознавали ничтожность дистанции между жизнью и смертью. У нас был комбат, он бегал с пистолетом, по броню. Вперед, сволочи! А никто не хотел вперед действовать. Мы все равно шли. Но именно из этих мальчишек выходили знаменитые танковые асы Великой Отечественной. 6 октября 1941 года 4-я танковая бригада под командованием полковника Катукова, только что переброшенная под Москву, получила срочный приказ выдвинуться к Муцанску. Во время боя в районе села Первый Войн около 30 немецких танков окружили советский пехотный батальон. Гитлеровцы в упор расстреливали наших солдат, давили гусеницами. Но неожиданно на вражеские машины обрушился шквал снарядов 34-х. Потеряв более половины танков, немцы беспорядочно отступили, так и не узнав, что против них действовало всего 4 танка Т-34. Звод лейтенанта Лавриненко. Он подбил 50 танков. Представляете? Когда маленький осколок вражеской мины оборвал жизнь отважного командира, на его счету было уже 52 подбитых танка. Звание Героя Советского Союза Дмитрию Лавриненко присвоили лишь 49 лет спустя, 5 мая 1990 года. Уже осенью 45...